Добрый день, дорогие пятиклассники! Вы разумные и кемлевые. Народная мудрость стверждает, розум силу перемогает, розум наекшее богатство, розум не всякера, не пазычыш. У вас сегодня будет макчимость у гэтом упыльница, а допоможена народная казка «Разумная дачка». Уходе нашей хуторки мы поговорим про самолюсты гэтомых казок, а характеризуем головный герой указ «Разумная дачка» и убачим, с допомогой яких сродков раскрываются характеры персонажа. Выучим характерные особливости гэтого казочного твора. Зверните увагу на наступное выказывание и постарайтесь назвать слово, якой пропущено. Герои яких казок богатые, прагные, боязливые, гультееватые паны и их помогатые. И бедные сяляния, якие промагают богатые своим розумом, мудростью, працавитостью, знаходливостью. Вы не помылились, калю устали слово «бытовых». Успомним, что бытовые казки – это один из трех видов казок, где героями з'являются простые, звичайные люди, такие, як и герои наших казки. Размога у нас сегодня будет идти про бедняка, его женку, их разумную дачку, сквапного богатые и заездросного пана. У казцы знайшел бедняк для речки слабенькую и худую тялушечку. Принес да так. Яны разом жуткой выгодоваре е, где богатый сусед захотел одобрать уже ладную тялушечку, сказавши, что яна повинна належать ему, бо гэта ён яе некой выкинул. Выручила ж бедняка батька, разумная дачка. Девчонка на панском суде отгадала три забатки от пана. При этом подемонстровала уластную кемлю.